здравствуйте дорогие братья и сестры у микрофона евгений никифоров и в нашей студии в горстаниславович холмогоров известный публицист член союза писателей россии и многих основательных объединениях формально неформально по крайней мере в общественной жизни страны вы участвуете очень давно ну и ваш дар острого комментатора событий он всегда вызывает как-то у пушкина и возбуждал в дамах смех до своими там афоризмами и чудными совершенно и возбуждал улыбки до огнем нежданных эпиграмм да именно это вот я конечно в этом смысле поразило в этой новой экранизации евгения онегина вот смотришь на него и думаешь ну какими от него эпиграммы могут быть это редкий случай когда может что-то произойти его большей частью экранизация это занижение хотя некоторые вот мне понравилось например не то что это равно равночестно булгакову но последний мастер маргарита это неплохая экранизация я бы я готов тут поспорить поспорим но мы тогда уйдем от нашей основной темы о которой мы хотим поговорить собственно это та же тема тема сатанизма как он ловко проникает на наши экраны наши через компьютеры через видики через что все что угодно но я имел виду чисто технически сделал фильм уж больно хорошо и хорошие там актеры есть просто удачи некоторые безусловно итак и вот такая вещь недавно мы очень поддерживали в компьютер мире кажется и поддержка нечего православным потому что весь он ну очень какой-то такой зараженный всякого рода нечистотами и вдруг выходит игра смута которая на меня произвела очень большое впечатление не сама игра конечно же а то что сделали ребята образ руси и образ русских городов знаете я свое время применить на кино обвел такое правило прямых бревен что если ты смотришь фильм где показывают какую-то условно древнюю русь и вдруг обнаруживает что все бревна кривые они какие-то подгнившие сложены как попало то есть вот это вот убогая несчастная русь значит фильм русофобский значит фильм направленный против русской цивилизации против православия и так далее вот и ни разу не подводила всегда оказывалось это все и по идеологии с дужку как точно вы сказали потому что у меня когда-то в юности вообще вот нашей матушки руси с избами да папа папа косившимися и такой чем мы же такая страна как говорят здесь неблагоприятная природа для вообще сельского хозяйства да я честно говоря рисковали лично зон зона рискованного земледелия но это как агрария зона рискованного земледелия и вот это земледелия рискованная казалось бы наложил отпечаток на некую убогости на нашей деревне ну после еще вот этих 70 лет конечно чудовищное царство коммунизма счастье такого который нам давали уже тогда ну вот в смуте в смуте как раз там бревна привык там действительно прекрасная очень красивая русь прекрасные дома прекрасные одежды грубо говоря русь в которой хочется жить и вы знаете я продолжу свою мысль маленькую это совершенно верно потому что это достовер не при украшивании достаточно отправиться в киже достаточно про на север руси в ланецкую губернию так далее нижнегородский край там северный где ты посмотри эти дома эти избы и душа грудь располняет какая гордость как это все технологично точно красиво конце концов сделано я тогда окончательно примирился с россией стал таким убежденным настоящим русофилом не просто абстрактно люблю родину да и не вас невозможно русь не поводни полюбить конечно увидев нашу деревянную архитектуру и так далее хотя понятно что в те годы очень многое было запущено храмы и часто были как овощное хранилище но даже в таком виде ну невозможно и было не любить а сейчас уже возрождаются я вот не так давно скажем был в одном монастыре а в калужской области маленький маленький такой монастырь вот женские видимо матушки все любовью вот с руками вот с собственными руками все украсили он представляет из себя цветник представляет из себя райский сад такой небольшой крошечный небогатый но настоящий райский сад вот вот как бы тот образ русского монастыря который мы ну который мы и хотим видеть он в действительности нас да но который видимо некоторых наших недоброжелателей очень сильно не устраивает о чем мы сейчас поговорим но видели как мы же воспринимали вот это вот в эту русь со слов наших иммигрантов наших иммигрантских писателей и думается но они приукрашивали потому что ностальгия это все было оказывается нет оказывается нет там где дух там там любовь там и красота там откуда-то берется все идея я согласен с вами это не один монастырь эти всюду где где начинается духовная жизнь постепенно это превращается такие не райские райские оазисы но не зная с чем связано это то ли с тем что появилась смута и у нее оказалась масса естественно недоброжелателей а это единственная пока еще более-менее серьезный проект патриотического православного толка безусловно совершенно который можно смело давать своим детям или внукам поиграть вдруг выходит некая такая игра просто шаломила меня да тут просто я немножко прочту о том что сюжет там вот например молодой бесноватой монахини заведомо невозможным для инокине именем индика кажется что во время причащения изо рта отвратительный жабообразный игуменье выскакивает без и пытается залезть самой индики в рот и вот с такой кощунственной сцены начинается вот это новое но я сказал что это что это новое что такое ну давайте вообще разбираться что это такое во первых откуда от кого это появилось а это появилось от как это сейчас говорится релацировавшихся наших специалистов из студии одметр которые с началом специальной военной операции соответственно бежали за границу начали соответственно бороться с россией с нашим государством с соответственно как бы за запад за украину и так далее в общем классика все как обычно вот и вместе с польской студии 11 бит про которую кстати говоря уже 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 можно не продолжать можно не продолжать то есть если мы продолжаем то только для того чтобы как бы внести некоторую ясность а так то уже все понятно вот а между прочим это польская студия 11 бит по некоторой информации которая ходит в корпоративных собственно кругах связанных созданием игр а она как раз прямо стояла за вот этой вот ожесточенной травлей в адрес игры смута вот а потому что ну понятно как бы какое отношение у поляков к тому что мы вспоминаем смутное время и все то что тогда происходило вот и заметим кстати говоря вот в обзорах на смуту там типа кто-то ругает там как сделана игра как написаны диалоги и так далее но всегда первая претензия у всех вот этих вот отрицательных обзоров одна и та же как как-то слишком много патриотизма русские смеют как бы делать патриотические игры как выбор русские смеют в игровую сферу проводить патриотическую идеологию причем на не как-то еще примирились скажем с играми посвященными великой отечественной войне а вот что вот как бы именно а патриотизм по отношению к святой руси этого они уже перенести совсем но почему слушайте это по мотивам романа за гуси до знаменитей шему а вот это не устраивает это традиция еще с пушкинской пути это во времена пушкина и дальше это было нормально увлеку их не устает и не устраивает и соответственно вот эти одметр и 11 бит они обнарудовали свою игру про россию про православию вот это вот индику а причем опять же в анонсе сразу сказано что вот церковь поддерживает войну россии на украине и мы вот покажем что называется что из себя на самом деле представляет вот это вот их православие которое их ведет соответственно к вот этой вот поддержкой войны то есть грубо говоря откровенно заявляется что игра направлена против русской православной церкви что в общем напрямую связано с тем контекстом в который сейчас наша церковь поставлены и на украине и в восточной европе где там собираются запрещать кажется в эстонии вообще в принципе русско-православную церковь московского патриархата где-то патриарха нашего святейшего пытаются объявить террористом и так далее то есть грубо говоря они осознали простую вещь что дело не только в политике дело не только в геополитике что сам наш духовный код он побуждает нас бороться с вот этой вот западной экспансии с попыткой как бы захватить и перепрошить как бы нашу малую русь вот то есть грубо говоря вот эта игра заявлена как удар по россии православию при этом они там ссылаются на достоевского на булгакова ничего общего не с достоевским не с булгаковом не с лесковым это не с кем еще из классиков нет как хорошо написали в одном обзоре больше всего это похоже на какие-то вот безумные глумливые фантазии небезызвестного владимира сорокина там еще пишут что мне это в общем то артхаус по мотивам достоевского ну слушайте но грубо говоря когда надо похвалить что-то а это что-то является дрянью то всегда говорят артхаус то есть вот если вы слышите что про что-то сказали артхаус это значит типа дрянь но мы должны его и и похвалить вот и это действительно в этом смысле артхаус вот потому что если скажем там не знаю попытаться игр поиграть или хотя бы посмотреть видео обзоры как все это проходится ну прежде всего вот если говорить о бревнах это такой вот такая русь вызыва не вызывающий ничего кроме отвращения все серое все черное кривые церкви кривые дома вот ощущение такой вот безысходности серое свинцовое небо такой вот пусть и почерневший серый снег вот ну то есть уродливые отвратительные люди рожи про хари 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 это хари совершенно омерзительные просто ну то есть понятно это такой вот классический совершенно русофобский образ россии как вот они хотят чтобы она выглядела и вот говорите что вот она ваше православие вот она ваша святая русь при этом в чем как бы суть а того что там происходит для начала взята некая такое заведомо невозможное действительное имя индика как бы есть святая индика в каких-то греческих миссис словах но она в русские миссис слов никогда не включалась то есть понятное дело что монахини в русском монастыре так звать не могли вот а зато как бы очень напоминает такие вот любимые темы скажем всяких западных оккультистов там дети индиго индиго чают вот все такое вот она а на протяжении всей игры она разговаривает с бесом без а озвучивает ну известный актер комический ефим шифрин я даже по точно или потому что это ну слушайте вот бедная варли наталья до сыграла ве колдунью да она до сих пор бедная кается что она принял участие в этом ну наталья варли она как бы она нормальный православный человек а здесь видимо актер решил что называется что это соответствует его имиджу прикольные так далее и решил что называется воплощать в себе голос беса конечно меня возник вопрос нет ли такого как бы некоторого антисемитизма в этом со стороны создатели игры вот ну где поляки антисемитизм это всегда практически одно и то же то есть они себе так это и представляют вот так вот этот бес он непрерывно разговаривает с этой индикой он ну как бы ладно подсказывает и всякие там какие-то плотские греховные желания и так далее но он непрерывно нападает на православную веру при этом очень важно что опять же как бы заметно всем кто играл в такого типа игры что по большому счету это не игра ну в игре есть масса вариантов и в игре есть масса концовок даже в пресловутом пресловутый вот такой игре atomic heart которая вышла в прошлом году там есть две или три альтернативные концовки которые ты можешь получить ты можешь скажем отказаться от определенного выбора ты можешь его совершить и посмотреть на последствия и так далее здесь концовка только одна то есть по большому счету тебе просто показывают четырехчасовой фильм просто тебе в некоторых моментах нужно а как сказать грубо говоря переставить место на место лестницу куда-то пойти где-то прыгнуть а чисто для того чтобы тебе показали этот фильм дальше но по сути это пропагандистский фильм это пропагандистский фильм и образы которого заточены про против православия действительно уродливой монахини уродливая матушка игуменья без которой скачет глумление совершенно открытое над причастием святым то есть взять и вот одной вот этой сцены с причастием и и достаточно для того чтобы ну поставить всерьез вопрос как бы об уголовной и ответственности за оскорбление чувств верующих потому что это реально оскорбляет погоди они вообще это российская компания и это граждане россии но они граждане россии они сбежали туда но это не как бы для нас не основание то есть всех этих релакантов у нас сейчас преспокойно объявляют в розыск вот регулярно появляются карточки иноагентами а русском надзор у нас пачками запрещает игры но просто он как сказать он делает не это все немножко механически как робот скажем в какой-нибудь там третьестепенной японской игре сказали что-нибудь про красоту самоубийства и так далее все роскомнадзор и и запрещает а тут уже несколько месяцев идет агрессивно пропаганда через всю нашу игровую прессу через все западные вот эти вот каналы а всяких там медуз новые газеты и вот и все прочие такие сомнительные иноагентские издания продвижение вот этой игры я не увидел пока никакой реакции нет роскомнадзора не даже от наших как православных общественников блюде блюстить или интернета то есть все почему-то дружно делают вид а что это не замечают ну как причем как бы такая такой я бы сказал лукавый аргумент часто звучит не надо привлекать внимание что типа вот делается какая-то гадость а мы опускаем глаза потому что не надо привлекать внимание простите по всему миру рост на связь на туру нельзя привлекать внимание к этому делу до кого вот не но совершенно верно то есть по всему миру и по всей россии ведется очень агрессивная пропаганда этой игры к ней уже привлечен максимум внимания а среди всех кто хоть немного интересуется этим игровым жанром то есть вопрос в том чтобы кто-то дал какую-то принципиальную нравственную и религиозную оценку а ну от оценка здесь может только одна она состоит вся из сплошных богохульств то есть это богохульство от имени беса это богохульство вот визуальные действительно вот как глумление над причащение это это наконец-то прямой текст собственно создателей этой игры когда они допустим комментируют разные православные объекты то есть грубо говоря там ты зажигаешь свечки зажигаешь лампады за подбираешь иконы и так далее вот я сейчас прочту что-то сравнительно невинное но вы как бы оцените просто стиль подачи а там есть гораздо более крутые вещи которые ну просто я не стану озвучивать в эфире радонежа вот нечто сравнительно невинное но вы поймете как бы по нему вот то ощущение отношения к православию которые ну прежде всего молодым людям внушается в этой игре иконы четырехчасно несмотря на то что такие иконы в лавке стоили по 10 рублей против минимум 20 которые покупатель отдал бы за четыре отдельных образом спросом они не пользовались все-таки четыре иконы на стене это четыре иконы на стене и вот такой вот такая вот глумливая подача абсолютно ну по отношению к любым святыням что типа вот икона страшного суда там всех пугают муками ада но никто не рассказал о том как праведники будут жить в раю что кстати говоря предмет абсолютного симптом абсолютного невежества создатели игры потому что они явно значит не знают ни историю про ефросина повара немного что еще то и то есть это невежественные люди специально как бы собрали какие-то православные образы для того чтобы над ними глумиться то есть от того что глумление происходит ну как бы виртуальном пространстве игры они в жизни я вспоминаю как бы там какой-то гаденыш извините рубил иконы топором а вспоминаем там выставки пресловутого марата гельмана который по счастью сейчас тоже от нас отчалил вот это в общем то же самое и точно так же как мы тогда с этим противостояли противостояли как были замечательные люди которые скажем эти выставки ходили громили и так далее вот ну здесь к сожалению эту игру никак не погромишь там только если найдутся какие-то православные хакеры которые там не знаю сайт хакнут или что-нибудь еще но это доступ к этому надо конечно ограничивать потому что но там реально нет никаких других целей там нет ну опять же те кто проходил это до конца говорят что нет даже собственно удовольствие от прохождения тебя просто накачивает накачивает и накачивает как бы информации в процессе вот этого но фактически фильма богохульного вот и русофобского потому что там второй враг после православия это российское государство что там скажем полицейские а тюремные надзиратели и они все только тоже омерзительные они все там только хотят эту монахиню как-то избить изнасиловать и так далее вот а теперь и и выручает только дьявол ну и там как бы заложена даже базово кощунственная идея что вот там есть второй персонаж каторжник из которых который вроде как верующий на самом деле тоже нет вот он стремится какой-то реликвии под названием кудец вот слышали когда-нибудь таких вот да ну похоже а ну грубо говоря похоже на такую как бы такой ковчежец с мощами видимо многих святых и вот он верит в то что с это с помощью этого кудеца он ему прирастет назад рука вот но рука разумеется не прирастает как бы то есть грубо говоря такое заведомое отсутствие чуда как бы которые можно спрогнозировать что за с первой минуты когда ты все это слышишь вот в результате он это кудец коройдет прода сдает в ломбард и на эти деньги покупают себе трубу вот то есть опять же откровенное совершенно глумление и опять же еще один момент тоже тонко внушаемый слуевый зрителю это то что абсолютно все бессмысленно молитвы бессмысленны ставить свечки бессмысленно собирать образа бессмысленно верить бессмысленно как это делается ну как бы есть такие игры где у тебя накапливаются очки и они как бы реализуются в какое-то твое преимущество вот здесь тоже каждый раз когда ты ставишь свечку каждый раз когда ты молишься у тебя тоже накапливаются некие очки но в конце они самым издевательским образом сгорают то есть не помогло и не поможет то есть в принципе это именно пропаганда ну с одной стороны как бы представление православия как суеверия знаете ну в духе я бы сказал вот союза воинствующих безбожников там столетней давности большевистского а с другой стороны вот идея что не поможет ничем ваше православие все это ваше суеверие все это бессмысленно и так далее и вот на вот этот глумеж на вот эту вот гнусность ну реально просто как бы накручиваются комментарии вот этой так называемой нашей игровой прессы что вот спорная философ постановка глубоких философских вопросов что все это уникальная игра которая переворачивает как бы наш игровой мир и все в том же духе как бы то есть любой ценой покупайте любой ценой с как-то вы в это играете но хотя опять же в это играть долго с удовольствием нельзя может какие-то достижения техническое свойство нет 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 скажем опять же люди которые знают как это устроено изнутри говорят ну все это сделано откровенно бога до той степени простите что когда а герои например наклоняются а то у них вот текстура изображенной ткани они забывают о том что она должна вот обвисать однако них торчит вот так вот грубо говоря это еще не просто даже чисто технически не доделанная не как бы продуманная игра ну и опять же с такими как сказать а как бы так выразиться я пытаюсь просто перевести для наших слушателей широко распространенное выражение типа когда бак выдают за фичу то есть когда а как бы ну просто недостаток там средств недостаток возможностей так далее выдает что это вот как бы мы специально это вот мы за нарочно так сделали так далее то есть внутри игры опять же мелкие такие как бы мини игры где которые вот составлены из таких вот совершенно убогих вот знаете как на компьютерах 91 года вот были такого типа изображения вот что типа вот посмотрите прошлое этой индики как она там сбежала с каким-то цыганом а пока решала оба решила обокрасть отца как бы отец этого цыгана пристрелил что опять же характерно что на отец у нее священник то есть получается священник кого-то там убивает то есть вот все вот все ни один буквально элемент этого игрового пространства не оставлен там вот без каких-то кощунственных подходов не оставлен без кощунственных забросов и так далее вот ну то есть что называется большое такое визуальное убожество еще несколько маленьких визуальных убожеств типа что мы просто сделали как бы под старинные игры 30-летней давности то есть ничем абсолютно кроме раздутого агрессивного пиара это игра не замечательно ну и здесь поражает то что впервые наверное в истории российской игровой индустрии мировой игровой индустрии ну пошли на такой уровень совершенно откровенного кощунства и анти православной пропаганды чем но это не обязательно совершенно то есть как бы игровой мир игровая индустрия ну не обязаны быть связанными с кощунством они не обязаны следовать каким-то непременно там западным что называется ультра толерантным ценностям и так далее вот там конечно понятное дело что значительная часть игр это всевозможные там не знаю драконы магия там рыцари и так далее там случаются сомнительные вещи там из серии грубо говоря призываешь себе в войско архангелов и идешь воевать против бесов или наоборот вот то есть это конечно все сомнительно для православного человека но никакого прям богохульства в этом нет ну хотя бы есть ясно что силы света да да а здесь как бы здесь в общем ничего кроме тьмы нет света и оказывается обманом и все это напрямую направлено на охуждение именно русского православия именно русской православной традиции вот бывает по-другому я вспоминаю например такую игру очень широко распространено я небольшой любитель вообще вот игр типа индики вот вот где там что-то проходишь куда-то и так далее я люблю стратегии ну вот скажем в стратегиях а есть например такая игра рим тотальная война варварское завоевание там очень популярная где-то лет 15 18 назад тогда ли ты там оказываешься в византии что называется эпохи императора феодосии великого то есть в конце 4 века нашей эры и ты там можешь скажем сносить языческие капище строить православные церкви укреплять государство строить монастыри там обращать в христианство местных жителей там противостоять там зороастризму язычеству и так далее то есть грубо говоря есть все основания причем там грубо говоря иногда может быть рационально более там для того чтобы избежать избегать мать мятежей оставлять языческие храмы как бы в некоторых городах я все равно их сносил все равно стоил про выстроил право православные все равно как сказать обращал всех православие и было хорошо вот никогда что называется не назначал еретиков ариан командирами чтобы у них одни двигалась карьеры тогда то есть ну а это все как не забавно или скажем игра цивилизации небезызвестная который кстати очень характерно развивалась а когда-то ну в общем то в ней все цивилизации были одинаковы они отличались только что называется цветом и лидером причем в первой версии прости господи лидером россии был сталин вот но потом она начала эволюционировать очень характерно у каждой цивилизации появились свои особенности появились свои особые постройки появились свои чудеса особенные типа собора василия блаженного и скажем вот версии цивилизация 6 которая вышла там несколько лет назад например как устроена а россия что там что у на лидером назначили петра первого вот но какое скажем уникальное русское строение лавра которая дает тебе дополнительные очки веры больше чем обычные особенно за территории с тундры и тайгой то есть грубо говоря вот идея наших северных монастырей то есть грубо говоря говоря они даст от настолько все-таки изучили особенность русской цивилизации что действительно придали это что нам объективно присуще и что является для нас как бы важной чертой важным фактором развития то есть можно оказывается и те же иностранцы это делают как бы поглины поглядеть на россию уважительно поглядеть на россию так как она ну действительно вот на то что и составляет наше уникальное духовное достояние а можно как вот эти вот персонажи польско-релаканские ну откровенно просто пытаться глумиться и навязывать действительно ну конечно неправильно будет сказать молодежи потому что на самом деле в такие игры обычно играет не молодые люди молодые люди чаще всего играют аудитории когда то обычно во все это играют так называемые геймеры это люди лет 30 40 иногда даже старше которые на все это подвисают ну какое-то количество молодых людей тоже среди них есть вот ну молодые люди обычно играют в какой-нибудь там особенно девочки в какое-нибудь бесконечное лето это тоже как бы конечно отдельный ужас что потому что это смесь я бы сказал вот такой совершенно анекдотической советской ностальгии по пионер лагерям который внушается младшему нашему поколению какой-то и какой-то одновременно пропаганды суициды даже с намеками на педофилию потому что понятное дело там пионерки и все такое то есть в общем но и все это вот в этом любимом как бы уже вышедшим давно за пределы японии стиле аниме или барби да 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 вот нет нет именно они вот такие вот рисованные девочки с большими глазами мальчики с челками и все такое все это соответственно про пионеров вот а вот как бы какой милый японский борщ получается абсолютно абсолютно ну как бы ну вот молодежь она обычно играет вот во что-то вот такое вот достаточно часто вот грубо говоря в индику ну просто мне кажется молодому человеку элементарно не хватит усидчивости чтобы во все это залезть есть же естественная близливость еще но не хочется погружаться всякую вонищу какую но вот но грубо говоря ему через вот всю эту так называемую игровую прессу а подают что вот это вот круто вот так вот круто это пытаются а превратить в такую историю успеха а чтобы в результате другие разобочеки игр делали вот такие же как бы откровенно совершенно богохольные продукты но только может быть на такую более молодую аудиторию может быть попроще вот с меньшим количеством какой-то там сложной графики и так далее но чтобы вот этот вот как говорят тренд вот вот это направление движения она бы продолжала внедряться то есть и русофобия и откровенные богохольства и как бы постоянные интриги против православия православия ну собственно уже те же разработчики они пообещали что теперь они выведут на наш рынок оккультную игру а где надо будет призывать к туху и прочих вот таких вот что называется сатанистских судов и чудовищ из мира лавкрафта и так далее то есть ну постепенно вот это вот тема а при я бы сказал так прямой вербовки в сатанизм она все больше и больше почему-то вот созревает в той пропаганде которая направлена сейчас на наше общество то есть грубо говоря почему-то какие-то там центры которые планируют соответствующее решение у них там они решили что вот прямая открытая пропаганда сатанизма сейчас как чего-то модного такого ультрасовременного ультрамолодежного и так далее будет именно вот в наших сегодняшних условиях наиболее эффективно потому что вот скажем вот тот же мастер Маргарита там за внешним вот этим красивым визуалом скрывается ну гораздо большая степень вот такой что называется сатанистка я бы даже еще с такими оттенками уклонов терроризм как бы определенного там взорвать москву там что называется пристрелить каких-нибудь нехороших людей устроить стрельбу из автомата в ригите чем вот как бы отдельные булгаковские элементы они там очень преувеличена до даны вот а там недавний тоже был скандал в великий пост уже после событий в крокусе трагических вот с каким-то безумным совершенно опять-таки сатанистским варьете на которое назваю как бы с каким-то порнографическим представлением вот но с элементами ноут прямой совершенно без общины без состужения на которые созвали всю тусовку опять же то есть вся модная московская тусовка в этом варьете на этом представлении собиралась теперь вот такие игры опять-таки что называется с совершенно сатанистским душком то есть по каким-то причинам прямой открытый явный сатанизм сочтен если так можно выразиться такой вот магистральной линии по продвижению нашему обществу нашим молодым людям как бы в качестве такой как бы духовной альтернативы православию которая оказалась что называется но достаточно либерально следующий мой вопрос как раз продолжение того что сейчас говорили это массовое вторжение нашу жизнь сатанистских мотивов это что-то случайность как вы то думаете ну конечно мы раньше это объясняли все конспирологи где-то за кулиса какая-то работает да за этим сейчас многое обнажилось кулиса уже это не неплотный плюшевый занавес а уже такая прозрачная сия какая-то никто не скрывается же уже то есть вот как бы наше время хорошо в этом смысле тем что никто ни в чем уже не скрывается то есть открыто ам говорит сатоши да мы работаем против россии на ее разрушение потому что типа у нас война до открыто говорится что вот православие это как бы цель это для них враг номер один потому что православие особенно русское православие а ну как бы неправильно и вот она ведет к русскому миру к консолидации российского государства и так далее православие оно должно быть как вот на фонаре что называется а фонаревшие православие вот 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 у них еще как бы вот эта тенденция к сформированию вот такого вот натовского православия она была уже очевидной 10 лет назад как бы когда были вот все эти совещания на крите если не ошибаюсь и так далее вот ну сейчас мы уже после 2018 года после этого раскола увидели ну прямую откровенную мурло того что на этом направлении одновременно с этим как бы вся эта бесконечная как называется элгопатизация католицизма вот с какими-то непонятными заявлениями про благословение однополых пар это не брак это не брак нет 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 благословение да знаете но дело в том что любая тварь мне даже самое грешное нуждается любви не любит вот на самом деле же это тоже смешно потому что на самом деле это разрушает в каком-то каноническом смысле еще более а фундаментальные вещи потому что если это не не благословение на брак то получается что это благословение на блуд а причем знаете меня есть честно поражает то что зачем им вообще нужно то есть понятное дело что как бы они практикуют в принципе вещи которые лежат там вообще вне православного вне христианского опыта и мировоззрения зачем им навязывать вот требовать нет вы нас а благословите вы нас обвенчаете вы нас примите в церкви и так далее да вот почему просто нельзя сказать там что называется я садомиты и типа мне это ваша вся религия не нужна там я тантрический буддист почему они все не перейдут там не знаю хотя кстати говоря буддисты тоже их не очень любят есть такой знаменитый совершенно буддистский датский лама оля не дал как бы очень популярное одно время когда он как бы не был таким дедушкой как сейчас вот он очень много сделал для распространения вот этого тибетского буддизма в европе вот но он оказался гомофоб его что называется отменили его всю его вот эта культура отмену оля не дала последние годы всюду отменили потому что как бы он гомофоб еще они обнаружили что он оказывается европейский белый расист противный он да вот ну в общем а почему они не перейдут куда-то туда зачем им нужно вот улезть к протестантам католикам к православным со всем этом и так далее вот зачем вот требовать такой своей легализации ну а мне кажется все очень просто что они отлично понимают что они этим разрушают церковь разрушают христианство разрушают христианское предание и тогда что грубо говоря я этот вопрос который я всегда задаю нашим как это их иногда называют орта либералом вот нашим либерально-православным говорю спрашиваю а зачем вообще быть тогда вам православными если вы либерал зачем вам нужно какое-то вот модифицированное почищенное несвятоотическое православие проще же быть тогда там не православным там не знаю есть столько замечательных там философов атеистов там этот докинс этот бертран расов и так далее будьте их последователями есть столько всяких замечательных нехристианских религий ну и псевдо христианские динаминации протестантской да 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 на любой казалось зачем вам православие вот я ни разу убедительного ответа на это не получил то есть единственный убедительный ответ который я могу понять в данном случае сам это то что это откровенно установка на разрушение на разрушение нас изнутри но видимо вот эта стратегия разрушение православия изнутри она ну не дала достаточного эффекта все-таки мы видим что постепенно вот сейчас вот а грубо говоря мы консервируемся в хорошем смысле слова мы обращаемся к своей православной идентичности к такому строгому достаточно пониманию там и догматов и много чего другого вот меня это поразило я не так давно перечитывал ряд наших скажем богословских документов русской православной церкви 20-летней давности я поразился тому какое огромное расстояние мы за эти 20 лет прошли причем в общем сами того особо не заметили то есть я думаю что если бы сейчас вот те же документы как бы кто кто-то попробовал опубликовать сразу когда ты вообще что такое творишь то какое там добрососедство какое-то еще вот бесконечный какой-то экуменизм и так далее то есть 20 лет назад мы все это с ну сравнительно с легкостью проглатывали сейчас мы вот чувствуем мы видим этот диссонанс то есть мы в общем и целом обращаемся к своей традиции достаточно жесткой и четкой ее защите и сейчас вот скажем опять же ну немножко отвлекаясь так в сторону но я думаю что даже и нашим слушателям радио рады не штука про игры все-таки скучно давайте помните что ну вот сейчас вот если сказать допустим это страшное слово четверти вековой давности экуменизм что такое экуменизм ну какой может быть экуменизм совсем тем что там понятное дело что сама проблема исчезла вот а вместе с ней но пняти полностью обнулился огромный пласт каких-то не знают текстов каких-то деклараций и так далее всего того что на там перед этим за 50 лет вот понаписали вот толмуды толстенные про этот кумени и экуменизм богословие сближения богословие добрососедство какой-нибудь там диалог встреча какие-то еще вот были помните такие вот термины псевдо вот весь этот громадный пласт он рухнул ну просто потому что ну не может уже быть никакого согласия между христом и велиалом а при той откровенности совершенно с которой этот велиал обозначился в жизни как бы пост христианских конфессии никакая эквиликбристика словесно да не помогает потому что здравый смысл все-таки он присутствует даже в обычном человек не то чтобы христианине который трезвеет просто по по своей да вере обязан трезветь ну не может как бы монах северно-русского монастыря что называется стоять рядом на молитве о мире и экологии а что называется с пастором трансгендером откуда-нибудь там издание ну невозможно невозможно рядом что там 50 лет назад было ощущение что вот они там дедушка стоит в их одежде наш дедушка стоит в нашей одежде и вроде как мы почти внешне одинаково но сейчас по счастью для нас вот как бы что он знаете господь дает явные знамени а вот даже внешность уже настолько очевидно сбросе одежды миры да свобода приходит нагая как писал хлебников бросая на сердце цветы вот типа того да вот ну и ну понятное дело что в этой ситуации конечно на нас лежит огромная ответственность потому что ну вот как бы иногда задают ну что это чисто там внешняя риторика что россия как бы центр традиции в современном мире центр традиционализма люди возражают как бы а вот у нас же столько разводов у нас же столько там абортов у нас столько много всего как бы духовно неправильного и так далее ну это правда ну грубо говоря мы посмотрим в общем на любую эпоху эпоху в истории церкви меня мы обнаружим там всегда много неправильно что называется в жизни людей вот но мы помним как правильно мы знаем как правильно мы судим себя по вот этой мере а и мы эту меру а не передвигаем вот самое главное то есть я всегда на самом деле вот задавал очень простой вопрос а зачем опять же мне вообще церковь если она не единая святая соборная апостольская и православная потому что единственное чем для чего нужна церковь вот я великий грешник она меня может спасти от молить они едины не святая не соборная не апостольская не православная ничего в моих грехах не отмолит если церковь перестанет утратить свою соленость да именно то то что с ней именно так что с нами даже не что только с нею вот что с нами будет то есть кого она тогда будет кто нас тогда спасет если не она там простите но это сам пасторы трансгендеры нас ничего не спасут и как бы из ада не вытащат только наоборот запинают туда вот и в этом смысле когда вот мы говорим о том что там православная церковь русская она сейчас такой последний бастион традиции в мире то мы говорим именно об этом мы не забыли как устроена норма пусть мы ее не достойны но мы не забыли они именно норму просто выбросили они ее исказили они ее изменили они ее зачеркнули вот они зачеркнули тут высший едино спасающий идеал ну и начинают скажем откровенно совершенно запты затаптывать душу людей о чем мы собственно и говорим в связи с этой игрой как бы которые явление одной из многих я надеюсь что все таки там у нас есть роскомнадзор у нас есть люди которые скажем профессионально достаточно занимаются борьбой как бы за чистоту интернета там мизулина уважаемая вот я надеюсь что они обратят внимание на эту ситуацию все-таки примут меры потому что а все эти разговоры что запреты не нужны они ну они ложные они ложные что называется многое не действует но многое действует скажем заметьте что да вот у нас столько было разговоров да вот русский человек никогда не перестанет пить зачем вы вводите этот как бы сухой закон по вечерам но мы смотрим мы видим что сокращается потребление статистика отвечает да статистика отвечает на этот вопрос и да действительно теперь в большинстве случаев человеку когда он прошел называется а дай-ка я дебе пойду еще догонюсь то если нет каких-то там всяких хитрых таких контор наливаек то он упирается в то что а вот так вот просто не добежишься в соседний дом и не догонишь да ну и вот и это его останавливает это останавливает его скажем от жутких преступлений с перепоя вот от смертей с перепоя и так далее то есть любая система разумных запретов и ограничений она всегда действует и всегда дает эффект а главное она служит напоминанием о норме то есть если наше государство просто проигнорирует эту ситуацию то значит у нас через какое-то время появится десятки два десятка таких вот русофобских антиправославных игр причем там некоторые из них как бы что называется зло же тоже изобретатель будут гораздо интереснее сделаны чем это индика и у их пропагандистский эффект будет гораздо выше конечно же добро познается добром для этого есть такой орган как вера который узнает христа и я думаю что вера который вот мы сестра закладываем частности в радоне же камертончик у людей укрепляем с тем чтобы люди могли дальше жить и сами определяться это все я вспоминаю знаете такую притчу ну юка рассказывай как анекдот но все-таки это притча вот представились кардинал католический представился епископ протестантский и тут как-то и бабушка даже представилась православным никакая не епископ не то что полуграмотный ну как бы не очень ученые и вот они все во вратах рая там стоит никто и спрашивают католического епископа митрополита там кардинала ты-то христа знаешь мне не знать его я полмира его нога положил ну чтож ну по экономии что ли проходи спрашивает другого протестантского знаешь ли ты христа ваша мне не знать да я сотни томов написал о нем искать изучил всю его жизнь подробности к так далее ну как бы не было по любви божией может идти спасешься ну проходи идет бабушка он ее спрашивает ты христа то знаешь бабушка посмотрел него как же тебя не узнать дорогой вот я думаю так что все таки все таки здравый смысл который воспитывается этот это чувство внутренней веры которая чистая вера который воспитывается в нашей церкви она нас даст бог и даст возможность развлечения духов для начала во вторых вот здесь на то есть собственно наша роль рада не же потому что я себе представляюсь ну вот наша радиостанция все-таки очень непопулярном диапазоне до масса ограничений денег нет совсем что называется кстати братья сестры это я намекаю на то что нам нужно помогать быть и да да нет без этого невозможно но мы представляем себе вот таким маленьким комариком вот громады паучище который своей сетью этой интернет сетью объял казалось бы уже весь мир и сидит и кровососущий такой он всех этих несчастных запутавшихся мух выпивают все их соки и уже казалось бы спас от него нет и появляется маленький комарик а в руке его горит маленький но какой какой фонарик и вот мы даем возможность это зло увидеть показать окружающим и даст бог не наши слушатели передадут это знание другим мы главное и предупреждаем посмотрите это опасно это нельзя здесь какое-то ложное благодушие ложная терпимость это не терпимость это другое слово к этому есть наверное малодушие во первых когда мы не рискуем сказать все называть вещи своими именами это не требует особых это тоже к делу вежливости даже не имеет отношения вежливость необходимая вещь но здесь нужна бескомпромиссность бескомпромиссность и что ж спасибо большое егор станиславович сегодня друзья с вами беседу егор станиславович холмогоров публицист член союза писателей я надеюсь что егор вы еще посетить нашу студию потому что проблем который по которым хочется ваше мнение услышать очень много спасибо обязательно обязательно спасибо большое спасибо дорогие радиослушатели благослови вас господи храни вас всех бог и дорогие друзья напоминаю еще раз что мы нуждаемся вашей поддержки она может осуществляться любыми способами которые изложены нас на сайте радыч в разделе помощь помощь раз и там можно буквально люб кто по по продвинуть его кстати 30 35 40 вот эти вот такие продвинутые они то я без то без труда там для них qr-код да да который многие пожилые люди не понимают qr-код навел цик все одним кликом вы можете оказать там посильную сколько что может помогать на помощь так что ждем вашей помощи спасибо еще раз вам спасибо за такую напряженную напряженную и но полностью информационно исчерпывающую мне кажется обзор вот этой злодомеренной игры до свидания у микрофона был евгений никифоров